Игры трех мужей или Зунай-Наадан. В поселке Агинское завершился традиционный культурно-спортивный праздник, собравший около 900 участников и тысячи зрителей со всего округа. Зунай-Наадан проводится один раз в два года. С подробностями любовь хорошего. День поля, день борозды, герберы, сабанту и праздник окончания посевной отмечают десятки народов мира. У каждого народа свои традиции. Бурятский национальный праздник, как и многие, возник глубокой древности. После завершения первых полевых работ, мужчины соревновались в трех видах спорта. Стрельбе из лука, бурятской борьбе и конным скачком. Победитель всех трех состязаний получал титул батара, богатыря. С тех пор праздник значительно расширил границы. Теперь участники соревнуются в 12 видах спорта. И не только мужчины, но и женщины. Не только спорт, но и культурно-развлекательная программа. Одним из фрагментов которой стала презентация в киноконцертном зале «Амарсайн» третьего тома Агинской трилогии, посвященной традиционным национальным занятиям бурятского народа. Угоняет дыхание ветров. Данная книга посвящена развитию конного спорта в Агинском бурятском округе. Мы до этого выпустили книги про лучной спорт, про борьбу и сейчас про конный спорт. У нас бурят три игры мужей. Это три игры. Это стрельба из лука, конный спорт и борьбовод. Получается трилогия книги. В течение двух дней жители поселка и трех районов округа буквально разрывались между площадками. Хотелось увидеть и скачки, и спортивные достижения земляков, и послушать именитых вокалистов из Китая и Монголии. Этот праздник ждали с нетерпением. И не только жители Агинского округа. Смотрите на стадион, на реакцию всех собравшихся, на огромное желание радоваться. Я думаю, все бы присутствующие здесь не любили свой округ, не любили свои традиции. Они вряд ли бы отмечали этот праздник, вряд ли бы радовались. Поэтому мы приехали сюда с одним только желанием. Вот вдохнуть друг в друга радость. Итоги подводили вечером второго дня. В абсолютном первенстве по борьбе участвовали 12 богатырей. Итог схваток для многих зрителей оказался предсказуемым. В очередной раз титул чемпиона получил житель села Урдаага Цибик Максаров. Его земляк поисхоландцы Бенжапов стал абсолютным победителем среди 115 стрелков из лука. Награждал победителей в Рио губернатора края Константин Ильковский, прибывший на закрытие праздника. Для меня это в первую очередь такой семейный праздник. Потому что я смотрю, семьи собрались, детей очень много, яркая все очень. И впечатления самые лучшие и самые добрые. Потому что надо, чтобы в жизни было больше позитива. И вот этот вот праздник, он создает такое приподнятное настроение. Финальные соревнования борцов и награждения участников зоны на Адам 2013 длились до позднего вечера. В завершении зрителей и гостей ждал гала-концерт и праздничный салют. Любовь хорошего, Сергей Артемов, Вести Чита.